Спасибо за доверие. Я уже в мае рассказывал, и тут мне снова доверили что-то рассказать. И, конечно, нужно было выбрать какую-нибудь тему, которая бы сильно отличалась от того, что было в прошлый раз, хотя, может быть, уже все забыли, но я как-то помнил, поэтому я выбрал рассказывать про систему Гельфанда Цетлина. Это, мне кажется, очень интересная тема, и в ней недавно произошел очень большой прогресс. Но это такая геометрическая тема, поэтому, наверное, большую часть времени я посвящу введению, собственно, в сюжет. А в конце как-то относительно скомканно расскажу о таких новых результатах. Это тема, которая началась где-то 40 лет назад, а большой прогресс произошел в прошлом году. То есть, в принципе, там это так вот интересно, что там происходит. Значит, давайте я начну, напомню, что такое скобки-пуассоны. Значит, это геометрия пуассона или симплектическая геометрия, зависит немножко от того, от точки зрения. Значит, скобки-пуассона. У нас контекст такой. У нас есть многообразие M, и на этом многообразии мы задаем, ну, можно сказать, двумя способами. Один способ это, что мы задаем вот такую вот структуру на гладких функциях, да, называется скобка. То есть, мы берем две функции и по ним изготавляем новую функцию. У этой скобки есть два свойства. Во-первых, это скобка li. Стоит напомнить, что это значит. Значит, то этого дела, да, все знают. Она антисимметрична и удовлетворяет торжество якобы. А во-вторых, она удовлетворяет правила Лейбница. То есть, она по каждому своему аргументу является дифференцированием. То есть, значит, вот, например, если вы возьмете произведение, допустим, по первому аргументу, то тогда у нас будет вот такое вот свойство. Как у производной? Ну, это один способ, да, думать. Другой способ может быть немножко более такой понятный для геометрии. Мы можем сказать, что скобки соответствуют такой геометрической структуре, которая называется бивектора. Мы все хорошо знаем, что такое векторные поля. Вот. А давайте я напишу в локальных координатах пример бивектора, как он выглядит. Вот. Это будет вот такая вот вещь. Ну, по традиции, может быть, одна вторая. Это сумма по индексам, которые соответствуют нашей локальной системе координат. Здесь есть какие-то функции, которые зависят от точек. Вот. И здесь. Вот так вот это было бы векторное поле. А если я напишу внешнее произведение, то это будет бивектор или бивекторное поле. То есть оно живет во второй, ну, научно говоря, во второй внешней степени касательного расслоения. Вот. И на самом деле вот такая структура или такая структура – это одно и то же. Почему? Ну, потому что этому бивектору соответствует скобка на локальных координатах, которая задается вот этими структурными функциями π и g. Ну, а если вы знаете скобку на локальных координатах, то вы на самом деле ее знаете на всех гладких функциях, более-менее, поскольку вот у вас есть такое свойство. Вот. Давайте я сразу же вам дам несколько примеров. Таких самых простых. Вот. Первый пример, он будет такой. Многообразие. Это будет r. Какой-то вот такой я немножко странно напишу, слегка сложной размерности. 2n плюс k. Координаты я обозначу p1, pn, q1, qn и z1, zk. И я напишу прямо сразу вот этот вот бивектор. Это будет сумма от единицы до n, производная по pi на производную по q. Оказывается, что если с помощью этого бивектора построить скобку, то она будет удовлетворять вот всем этим условиям. Автоматически условию 2, потому что бивектор сразу ее так строит. У него производная по одному аргументу и производная по второму аргументу. Но, конечно, то, что это скобка ли, нужно будет проверять. Антисимметрия очевидна из-за того, что я здесь внешнее произведение написал. Ну, а той же своей кобе нужно-таки будет как-то чуть-чуть потрудиться и убедиться, что оно выполняется. Обратите внимание, что у меня здесь есть такие переменные z, которые вообще в этом деле не участвуют. В частности, если вы захотите писать в скобки координат, то единственная нетривиальная скобка, которая там будет, это скобка psq. Это то, что в механике называются канонические скобки Пуассона или их любят очень квантовать. В квантовой механике соответствующие будут канонические кондиционные соотношения. Ну, кстати, я вот это все рассказываю. Тут как, это все все знают наизусть или наоборот это многие в первый раз видят? Больше второе, чем первое, да? Хорошо. Ну, в общем, это какая-то вещь, которая во всяких курсах физики очень-очень крупными буквами написана. Но мы это не обязаны знать. Хорошо. Значит, это называется тоже иногда карта Дарбу, потому что мы потом будем интересоваться, не можем ли мы в другие Пуассоново многообразия вот такую вот карту встроить, как локально идентифицировать наше какое-нибудь другое сложное многообразие вот с таким простым. А как в этой карте вот координаты Z1, ZK? Z1, ZK, вот замечательно. Как образом они строятся? Ну, мы имеем в виду, мы строим карту так, чтобы у нас вот это соотношение... А, ну, конечно, у вас здесь есть большой произвол. А, да. Ну, у вас, ну, будем честны, это же мы не обсуждали, да? Конечно, в любом докладе, тем более он называется коллоквиум, есть много обмана. Согласимся с этим принципом. Ну, поэтому я вам рассказал, я вам начал рассказывать, как выглядят в какой-то категории объекты. Конечно, по-честному говоря, нужно было бы интриговаться, как выглядят морфизмы тоже. И, ну, ваш вопрос в этом направлении. Даже если бы не было никаких координат Z, есть огромное количество выборов для координат PQ. Это называется канонические преобразования, да? Это целая такая огромная наука, как можно по-разному выбрать координаты PQ. Ну, пока, может быть, мы не будем это делать. А я вам покажу еще два примера. Эти оба примера будут для нас очень важны. Значит, следующий пример такой. Я возьму Rn, умножу теперь на окружность в степени n, и все так же умножу на Rk. И координаты я теперь назову P, θ и z. То есть я переименовал, я просто сделал вместо n копий R, я поделил на, допустим, 2Pz, и получилось n копий окружности, и переименовал соответствующие координаты в θ, потому что я думаю о них как об углах. И формула для бивектора просто осталась такой же. И такой пример называется торическая карта. Симплектические геометры и пуассоновые геометры много интересуются. То есть такой стандартный для них вопрос, как что-нибудь идентифицировать с картой Дарбу, но немножко тоже довольно стандартный, но чуть-чуть более экзотический вопрос, как что-нибудь идентифицировать с торической картой, и мы будем этим заниматься сегодня. То есть это... Что это называется карта? Ну, конечно, это... Это, конечно, на самом деле, может быть, я плохо говорю. Конечно, это не карта, а это прямо целое пуассоновое многообразие. Однако в дальнейшем я буду вырезать куски из этого многообразия и пытаться их встроить в другие, более сложные пуассоновое многообразие. Поэтому вы правы, не очень хорошо так говорить, но я все равно это буду делать. Сейчас. А, понял. У меня вопрос. Это то же самое, что симпатическая наука? Это более или менее... Ну, скажем так, в пуассоновой науке есть более развитая деятельность, но на самом деле... Это более общий, потому что я точно помню, что вот симпатическая структура пуассонового сама собой... Получается, но если... Получается, но вот такого специального вида, она, наверное, тоже... Я сейчас... Если ты чуть-чуть подождешь, я расскажу... У меня какой-то вот этот небольшой кусок теории, он появится через минуту. Совершенно верно. Так, значит, могу... А, сейчас... Вот это я забыл. Ай-яй-яй. Слушайте, а... То есть две доски только использовать? Или... А там нормально, да? Хорошо. Вот, значит, я хочу... До того, как показать вам небольшой кусочек теории, я хочу вам показать еще один пример. Пример номер 3. И этот пример выглядит так. Давайте возьмем... Рассмотрим алгебру Ли над вещественными числами и объявим, что М это ее дуальное пространство. Тогда каждому элементу в нашей алгебре мы можем ассоциировать просто линейную функцию на дуальном пространстве. Вот это fx от кси. Она так тофтологически выглядит. Мы вычисляем кси на иксе. И давайте объявим, что скобки Пуассона таких линейных функций просто воспроизводят скобку Ли. Значит, ну, во-первых, такое замечание, вот эти скобки, они были, видите, в этих координатах постоянными. То есть коэффициенты Пи и Жи, которые я здесь определил до этого, они были просто константами. Если вы напишите в координатах, в линейных координатах на Ж со звездочкой эту скобку, она окажется линейной по координатам. и у нее есть название, она называется скобка Кириллова Костенто-Сурье. Но правда, правда, значит, они это все придумали относительно независимо, это был большой результат, но потом выяснилось, что вроде бы Ли уже знал, когда придумывал алгебры Ли. В принципе, там, если разобраться, то, что говорят умные коллеги, говорят, что Ли более-менее знал это дело. Вот. Значит, хорошо. мы определили эти скобки на линейных функциях, тем самым мы определили их на всех полиномах, поскольку и все будет... Ну, и после этого на самом деле, поскольку мы можем написать бивектор, то окажется, что они определены на всех гладких функциях, если мы хотим. И все будет корректно определено. Так что, ну, и тут надо тоже сказать, что я, ну, в принципе, про эту тему можно много рассказывать. Я попытался выкинуть все, что можно было выкинуть, но поэтому, конечно, вы правы, когда задаете вопросы, потому что тут много углов как-то обрезано. Но... Да, это, значит, это единственным образом задает скобку на G со звездочкой. И мы вот, значит, на самом деле мы будем думать о сравнении примера 3 и примера 2. Это, собственно, как вы увидите, это и есть тема доклада. Значит, теперь, наверное, мне все-таки нужно рассказать маленькие кусочки теории пуассоновой и симпликтической. Значит, ну, во-первых, то, что нам понадобится. Первая вещь такая. Представим себе, что у нас есть гладкая функция. Тогда этой гладкой функцией можно ассоциировать векторное поле. И это векторное поле просто задается вот этой вот скобкой пуассона. Теперь вы можете взять другую функцию и чтобы ее продифференцировать векторным полем, нужно просто эту функцию сюда поместить. Вот. Это называется гамильтоново векторное поле. И мы будем надеяться, ну, или мы это будем обсуждать, что это векторное поле интегрируется в какой-то поток на нашем многообразии. То есть дефиоморфизм, который зависит от времени. конечно, там нужно обсуждать, на какой области это определено, для какого времени, но, значит, давайте введем такое обозначение. Конечно, это вопрос переговоров. Это дефиоморфизм, который интегрирует VF. Ну, понятное дело, что тут кто знает, для каких времен он существует, как там что, но поскольку я буду использовать эти потоки, то мне, наверное, нужно это сказать. Значит, второй элемент теории, это о том, как соотносится симплектическая и пуассонова теория. Значит, оказывается, что пуассонова многообразие разбивается на объединение так называемых симплектических листов. и геометрически это выглядит так. Представим себе, что вот у нас есть M, и вот есть какая-то его точка, и вы теперь берете всевозможные гамильтоновые векторные поля. Вот в этой точке у них есть такие значения. Тогда окажется, что они заполнят какое-то подпространство касательного расслоения. у вас получится в каждой точке есть какое-то подпространство. Оказывается, эти подпространства интегрируются. Ну, это какой-то более сложный вариант теоремы Фрабениуса, потому что вообще говоря, размерности этих подпространств могут меняться от точки к точке. Но оказывается, что есть подмногообразие возможно разной размерности. Так что в каждой точке вот это подпространство, которое гамильтоновые векторные поля заполнили, оно и есть касательное пространство к подмногообразию. Вот эти подмногообразии называются симплектическими листами. Если вы ограничите вашу скобку на это подмногообразие, окажется, что P и G невырожденная матрица. Поэтому вы можете ее обратить. Пример, как это может выйти. Вот представим себе, что у нас P и G уже была такая, как вот на этой карте Дорбу. Тогда вы можете ее обратить и построить каноническую два форму. Ну, тут, может быть, я всегда путаюсь со знаками. Не знаю, то ли с плюсом, то ли с минусом. Но убедительно выглядит, что это одна обратно другой. значит, это называется симплектическая форма. У нее много замечательных свойств. В частности, оказывается, что она замкнута по отношению к дифференциалу Дерама. И это связано как раз со свойствами скобки. То, что скобка удовлетворяла тожество Якоби, вот это транслируется в такое совсем простое линейное уравнение. То, что для нас будет важно, обозначим, например, большим n, давайте даже двумя большими n размерность, нет, маленькими n, двумя маленькими n размерность листа. И тогда окажется, что традиционно делят на n-факториал n-ая степень омега делить на n-факториал это форма объема на листе. И, собственно, вот это будет для нас важным. То есть, значит, пласоновое многообразие это много симплектических многообразий, которые положили вместе. И на каждом симплектическом многообразии есть, конечно, вот это два форма, но мы сегодня как-то так не очень будем этим интересоваться, что важно на них есть форма объема. Значит, это, наверное, все, что я хотел вам рассказать об общей теории. А теперь я вам расскажу о интересной задачке, которая связывает 2 и 3, и которая была решена вот примерно 40 лет назад. такая классическая задачка, и она и носит название системы Гельфанда Цетлина, и это очень-очень популярная вещь. Она пришла вот из такой пуассоновой или симплектической геометрии, она была вдохновлена теорией представлений, а теперь она используется всюду-всюду в вероятности еще где-то. В общем, про это я не очень много знаю, но система очень красивая, сейчас вы ее увидите. Я прошу прощения, если вперед двигаю, а вот 2, это очень похоже на координаты действия уголов. Да, 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 это они, это и будет наш вопрос. Точнее, для начала это будет вопрос про систему Гельфанда Цетлина. Значит, ну, вы уже, наверное, догадались. Общий вопрос, которым мы сегодня занимаемся, он такой. Мы берем скобки Плассона типа 3 и мы хотим на них найти координаты типа 2. То есть, мы хотим переписать линейные в постоянные. Вот, собственно, это и есть задача. Значит, кстати, не знаю, повезло или не повезло, что доклад по-русски, поскольку на английском есть масса транскрипций имени Цетлин. Почти каждый автор выбирает свою. Поэтому, когда вы ищете что-нибудь на эту тему, то, ну, я говорю, есть, мне кажется, три или четыре разных написания, как это делается. Обычно тоже возникает дискуссия, что оригинальное имя, наверное, было на идише. Это я не сумею написать. Вот, ну, значит, вот, значит, о чем же идет речь? Мы рассматриваем алгебру ли унитарной группы размерности N. Давайте я напомню, это у нас будут N на N матрицы над комплексными числами и антиэрмитовые. Значит, легко проверить, что это алгебра ли по отношению к коммутатору. Теперь есть такая симпатичная модель для дуального пространства. Значит, можно дуальное пространство отождествить с эрмитовыми матрицами, то есть матрицами, которые инвариантны относительно эрмитового сопряжения. И двойственность, она вот так вот устроена, берут мнимую часть следа произведения. нетрудно показать, что это действительно невыраженная двойственность, так что, если мы хотим, мы можем думать о вот этом дуальном пространстве, как просто пространстве эрмитовых матриц. И вот, значит, оказывается тем самым, что по этой общей теории на пространстве эрмитовых матриц есть такая просто богом данная скобка Пуассона. Ну, или Ли, или Кириллом, Костантом и Сурьё. Значит, вот ею мы и интересуемся. Может быть, давайте, прежде чем формулировать теорему, еще такое замечание. Можно спросить, какие же будут симплектические листы у этой скобки. Ну, я вам ничего не рассказал про эти скобки, поэтому, наверное, вам трудно догадаться, но, может быть, у вас есть предположение. Вот есть эрмитовые матрицы, они разбиваются на какие-то естественные подмногообразия. И что это за подмногообразие? Как вы думаете? Какие-нибудь орбиты присоединенного есть? Ну, это-то да, но это так звучит. Конечно, вы правы, это общий ответ, и в данном случае эти орбиты к общей соединенного действия, что бы это не значило, это такие эрмитовые матрицы, у которых зафиксированы собственные значения. Собственные значения равны чему-то, допустим, лямбда 1. Ну, или можно сказать, что это орбита по отношению к сопряжениям с помощью унитарных матриц. Да, это как мы на первом курсе изучаем линейную алгебру, то есть это же равно g lambda 1 lambda n g в минус 1 где g элемент у n. Вот это, значит, симпатические листы, то есть такое довольно симпатичное, ну, так неожиданно отсылка с отсылкой в линейную алгебру, да, такой получается ход. Значит, теперь давайте я попробую сформулировать сформулировать теорему. Она принадлежит Гелману и Стернбергу и это примерно примерно как-то 83-й год, если я не ошибаюсь, может быть, даже 82-й. И они, ну, терминологии, которую мы сегодня ввели, они построили плотную историческую карту. Значит, что это может быть, значит, чуть более детально они взяли конус умноженный на тор. Значит, этот конус, он живет в каком-то пространстве РН. На этом, ну как, это у нас РН на С1М. На этом деле у нас стандартная скобка Пуассона, которую мы обсуждали, да, то есть, Н у нас больше М, так что какие-то координаты просто, они, значит, дуальны координатам на С1, а какие-то вот эти ЗТ, они не участвуют ни в чем. И отсюда они построили дифемиоморфизм в HN, ну, значит, у него есть там какой-то образ, и оказывается, ну, понятно, на образе можно обратить это отображение. Оказывается, что если мы его отобразим на образе и спроецируем на конус, то вот это отображение, оно продлевается как непрерывное отображение на все пространство матриц, и его я сейчас опишу. То есть это отображение здесь, это отображение С бесконечность, а это отображение вот это вот обратно, оно на всех матрицах, и оно непрерывное, и оно выглядит очень-очень красиво, значит, как оно выглядит. Вот у меня есть здесь элемент, там какая-то матрица кси 1, 1, кси 1, n, кси n, 1, кси n, n, это Эрмитова матрица, и я отображаю эту матрицу в так называемую треугольную таблицу. Значит, в верхней строчке таблицы я пишу собственные значения, которые упорядочены, и давайте я здесь им добавлю индекс n, потому что это собственные значения вот этой n на n матрицы. А теперь мы начинаем из этой матрицы резать углы. вот это, например, n-1 на n-1 угол. И он тоже является эрмитовой матрицей. У этой матрицы тоже есть собственные значения. Давайте мы их напишем вот здесь. Ну и так далее. Мы начинаем вот эти углы, мы как-то выбрали направление и режем эти углы вплоть до лямбда 1 1, которое, кстати, конечно, равно вот этому кси 1 1. Значит, у нас получилась треугольная матрица. И более того, из курса линейной алгебры мы знаем, а может быть не знаем, что вот здесь вот есть такой зигзаг неравенств. То есть все собственные значения в следующей строчке, они находятся между соседними собственными значениями предыдущей строчки. Вот. Значит, вот эти вот верхняя строчка это координаты z в наших предыдущих обозначениях. Вот эти все остальные лямбды это координаты p. Ну, и вроде бы я немножко вас обманул, потому что я вам не показал координаты θ. Смотрите, координаты θ легко из этого воспроизводятся, потому что если вы возьмете векторное поле гамильтонова, которое соответствует одному из вот этих вот собственных значений, то мы же утверждаем, что это торическая карта, поэтому она проинтегрируется в действие окружности. То есть если мы проинтегрируем вот это вот наши эрмитовые матрицы и вот здесь вот где-то мы запустим гамильтонов поток, то все эти гамильтоновые векторные поля проинтегрируются и опишут окружность. И эта окружность через там время 2пи, в общем, зависит от того, как мы отнормируем, она вернется обратно. Вот. Ну, теперь вы можете ввести координаты θ, единственное, нужно выбрать, где у них 0. Это, конечно, ваш выбор, поэтому тут нету такого красивого выбора, но из этого у вас получаются координаты θ, координаты θ каи. Вот. То есть на самом деле что они сказали, Гилман и Стернберг? Что если у вас есть вот такая вот линейная скобка Пуассона, которая задается коммутаторами антиэрмитовых матриц, то значит вы можете определить скобку Пуассона и после этого вы можете ее превратить просто в постоянную скобку. Вот такой вот замены переменных. Выберите переменные z и p вот так вот, а соответственно переменные θ, ну, как хотите, с любыми, в любом месте у них ноль, выберите и определите их гамильтоновыми потоками. Очень-очень красивый и я бы сказал, ну, наверное, тогда был неожиданный результат, потому что, ну, вроде бы все, все очень-очень просто. Правда же? то есть, то есть, никаких нет секретов. Может быть, пару комментариев, почему так хорошо это у них все получилось. Это так хорошо вышло, но вы видите, мы как-то могли резать углы у этих матриц, да? вот. То есть, все так хорошо вышло, потому что внутри алгебры ун есть подалгебра ун-1, но это снова, это будут антиермитовые матрицы, которые сидят там в левом верхнем углу, а внутри них есть ун-2 и так далее до у1. И оказалось, что переменных вот этих вот собственных значений, которые мы из этого дела добыли, оказалось ровно достаточно, чтобы создать все-все переменные, которые нам нужны для торической карты. И на самом деле также можно использовать ортогональные матрицы. Вы берете ортогональные матрицы размера n, внутри них сидят ортогональные матрицы размера n-1 и так далее. И это тоже Гилман и Стербек сразу же сделали. Вы знаете, ну это очень хороший вопрос, вот почему. Если не соблюдать четность, то все получится. А если действовать по-честному, то надо соблюдать четность. И тогда будет как вчера. Но вы увидите, то есть сейчас, значит я объясню. Но на самом деле, скажем так, если для тех целей, которые мы до сих пор преследовали, не соблюдая четность, у вас получится точно такая, ну такого же типа таллическая карта. То есть все выйдет хорошо. Значит, что же, но тем не менее, остался такой вопрос. Значит, ну у нас остается, да, СП2Н, а также бывают еще всякие исключительные алгебры Ли. Ну, по-честному говоря, последние вот примерно 40 лет сообщество не очень заморачивалось исключительными алгебрами Ли, поскольку люди пытались решить СП2Н без большого успеха. Ну, то есть разные, ну, скажем так, есть довольно большое количество всяких частичных решений этой задачи, которые за последние 40 лет люди нашли. То есть, вот, но, скажем так, до последнего времени теорические карты не получались. Говорили, ну, ладно, теорическую карту мы не можем найти, может быть, нужно найти просто такие карты, где вот эти П, хотя бы у них скобки по Ассона друг с другом будут ноль, это называется вполне интегрируемая система, ну, в общем, разные компромиссы. Вот, и недавно эта задача была решена. Значит, тут, к сожалению, у вашего докладчика есть некоторый на эту тему дефект, потому что, значит, я вам буду большую часть времени, ну, оставшегося, рассказывать про работу, где я участвовал и в которой она была почти решена. Но после этого часть моих выдающихся соавторов, они придумали другой способ, как ее решить полностью. То есть, значит, задача, как это сделать для других алгебры ли, на настоящий момент решена полностью. То есть, есть аналог теоремы Гилмана-Инстерберга для любого типа, СП, для исключительных, для чего угодно. Вот, но про это я вам коротко скажу в конце, потому что там я не очень хорошо этим владею. А я вам расскажу немножко про другой способ, который приводит не очень далеко от цели, но эти все элементы, они нам потребуются и чтобы про главный результат поговорить тоже. Значит, ну вот тут у нас может быть еще раз чтобы подчеркнуть, вроде бы до сих пор все было более-менее понятно и просто. И у Гилмана-Инстерберга либо они были более умными людьми, чем мы, либо им больше повезло, но у них все получилось относительно легко. То есть, понимаете, да, вроде бы до сих пор все элементы, они такие простые. А на настоящее время не существует решения, которое бы вот в таких элементарных терминах вот этой вот общей задачи. То есть, тут теперь нам придется сделать какие-то большие шаги, чтобы хотя бы чуть-чуть объяснить, о чем идет речь. Хорошо. Значит, теперь еще один такой компромисс. Я сказал, что нас интересует СП и исключительные алгебры Ли, однако я буду использовать примеры У2 и У3, которые Геоману и Спердуга уже были решены. Почему? Ну, потому что я расскажу, какой, собственно, способ, а этот способ, он годится уже для чего угодно. Но что угодно, как-то это может быть, нам уже не очень хотелось бы там СП или исключительные алгебры рассказывать. Вот. Значит, одна идея, она такая. Рассмотрим комплексификацию этой нашей группы Ли. И у нее есть такое разложение, я его называю ЖАН, обычно оно называется КАН, специалистами по группам Ли. И давайте я вам покажу просто в примере У3, что такое АН. АН это верхне-треугольные 3х3 матрицы, где диагональные элементы положительные, а не диагональные элементы комплексные. Значит, ну это на самом деле тоже группа Ли. И оказывается, что вот на этой группе Ли есть каноническая скобка Пуассона. Она берется из теории квантовых групп. Ну это какой-то, да, black box, мы не очень сейчас интересуемся. Давайте я покажу пример. Вот, например, если мы возьмем У2, то тогда верхне-треугольные матрицы, давайте я еще детерминант положу равным единице для простоты, они будут вот такого вида. Я прошу прощения, а скобка Пуассона на группе это имеется в виду? Скобка Пуассона касательно пространства в каждой точке? Да, да, ну группа это, группа Ли это многообразие, значит у нас на ней мы можем думать, что есть, ну или скобка Пуассона на функциях. Я вот сейчас напишу прямо скобку Пуассона на функциях. У меня есть два матричных элемента А и Б, и, значит, мне достаточно написать, вот у них какая-то будет такая скобка Пуассона. Обращаю внимание, квадратичная. Помните, у нас были постоянные скобки, были линейные, а вот это квадратичные. Давайте я для полноты картины напишу все скобки, потому что мы думаем об этом многообразии как о вещественном многообразии, то есть нужно писать Б и Б с чертой, а А, обращаю внимание, вещественные, поэтому здесь не нужно. Ну и, наконец, вот такая вот забавная скобка у Б и Б с чертой. Вот, если кто-нибудь из вас когда-нибудь видел квантовые группы, то вы, наверное, заметите, что это похоже на то, что бывает в квантовых группах. Вот. Значит, ну, вообще говоря, в общем случае есть каноническая скобка Пуассона на АН, и я довольно долго колебался, нужно ли мне вам рассказывать, как она устроена, и пришел к выводу, что мы на сегодня вот этим ограничимся. то есть сейчас можно на вещественном многообразии комплексные функции делать? Ну, конечно, мы можем на вещественном многообразии взять комплексные функции, но скобка Пуассона вещественная. Если вы возьмете две комплексные функции, то просто, ну, как бы мы их раскладываем, вещественную мимую часть, от каждых берем там скобки Пуассона и складываем. Вот. Так что, да-да-да, я могу использовать комплексные функции, ну, я вот взял В и В с чертой. Я, конечно, могу взять В плюс В с чертой и так далее, и тоже написать ответы. Вот. Теперь про это дело в Пуассоновой науке. Есть такая знаменитая теорема, называется теорема Гизбога-Винстейна. И она говорит такую вещь, что из вот этого же со звездочкой со скобкой Кириллова-Костанта-Сурьё в АН со скобкой АН есть Пуассоново отображение. И на самом деле это просто это обратимое, то есть это очень хорошее значит обратимый дифеморфизм. Би-вектор отображается в би-вектор. Надо сказать, что это довольно энигматическая теорема. У нее на настоящий момент есть примерно пять существенно разных доказательств. А Ж какой? Ну, Ж имеется в виду алгебра Ли компактной группы Ли. АН это вот то, которое оттуда взялось. То есть есть доказательства их оригинальные с помощью когомологии, есть доказательства с помощью обыкновенного дифференциального уравнения, есть доказательства с помощью уравнения в частных производных, есть доказательства с помощью феномена Стокса, есть доказательства с помощью квантовых групп. то есть принципе это такая ну довольно довольно забавный факт эти доказательства их про их связь ну есть какие были какие-то попытки их установить но в принципе это не очень понятно это не очень известно то есть это такое интересное утверждение давайте мы это утверждение обыграем таким способом вот у нас есть значит же со звездочкой со скобкой ккс и мы рассмотрим такое совсем простое отображение просто возьмем и масштабируем координату тогда помните это скобка ккс она же линейная да поэтому и скобка тоже масштабируется а теперь давайте рассмотрим композицию с вот этим отображением гамма тогда получится а n с масштабированной скобкой p а n значит это все замечательно и и теперь значит следующий нетривиальный ход это использовать координаты которые приходят из так называемой теории кластеров я напишу это для вот 3 на 3 матриц значит нас есть верхней треугольная 3 на 3 матрица и мы в ней вводим вот такие вот координаты как там я их бы называл значит я выделю диагональ а потом здесь напишу вот такое вот разложение это называется якобиева матрица и оказывается что это задает координатную систему на 3 на 3 матрицах ну и вот оказывается что такое существует для любого типа аналог этого значит и теперь последний такой странный ход я обозначил бы и и помните у меня был параметр t с помощью которого я что-то там масштабировал я обозначу бы и и экспонентой тп и и и и вот там альфа это же комплексное до число давайте это обозначу вот вот такую сделаю замену переменных и я буду изучать композицию этой замены переменных с вот этим отображением t и с отображением гамма обратите внимание отображение гамма но не зависит от т да она постоянно первое отображение в этой цепочке она сильно растягивает а вот это вот второе отображение она наоборот сильно сжимает ну правда не по всем направлениям по амплитудам этих комплексных чисел она их сильно сжимает а по углам ничего не делает то есть странная такая схема но в любом случае она сильно растягивает и сильно сжимает вот значит что же происходит давайте я сформулирую теорему теорема такая и это значит существует единственный максимальный конус поставить верой правильной размерности так что для п в этом конусе ну а п вы знаете кто они до п это вот эти вот и вот эти вот давайте я так напишу немножко неформально вот это вот растянутая скобка на а.н. сходится к какой-то скобке то есть значит притек бесконечности и эта скобка постоянная на вот этих вот координатах по это ну это ну это да да ну п п п биска значит п и тета с п бесконечности это торическая карта это просто торическая карта сейчас я сейчас чаще сейчас обращаю внимание вот это отображение это было по сонного отображения совершенно верно там что-то куда-то сходится но значит значит это это отображение она все время по сонного для любого ты поэтому значит надежда была бы такой что вот это вот отображение вот эти вот координаты п и тета композиция композиция с гамма композиция с отображением x в т x что это отображение прямо сходится притек бесконечности к какому-то отображению гельфанда цетель на бесконечность оно тогда более или менее автоматически является пуассоновым и тогда это прямо отображение из линейной скобки в постоянную скобку на торической карте то есть вроде бы это то что мы всегда хотели на самом деле дело обстоит технически ну понятно да мы тут пропустили примерно все технические детали на самом деле здесь дело обстоит не совсем так в том смысле что мы не умеем доказывать эту сходимость поэтому здесь мы берем т очень большим тогда мы получаем что-то что почти что является таллической картой а потом детали можем поправить там симплектической или пуассоновой науки науки есть там какой-то лемма мозора в общем есть какие-то средства как это сделать к сожалению при этом получается карта которая почти плотная но не совсем то есть получается что можно покрыть сколь угодно большую часть симпатического объема но возможно нельзя покрыть все произвольно большую часть объем но в том же году через несколько месяцев значит известно что для н можно сделать чтобы она сходилась но это не очень интересно да потому что для для сп неизвестно можно сделать чтобы она сходилась поэтому сейчас что здесь происходит мы берем огромное т и после этого другим способом регулируем чтобы получил историческая карта тогда получается карты которая очень близко к торической но значит ее нужно как-то там доделывать и при этом что-то потеряется по краям но как я уже говорил после этого хоффман и вейн освоили другую технологию и и у меня тут остается буквально пару минут я они скажу значит они придумали как решить эту задачу и у них схема такая они рассматривают симпликтическое многообразие x и кексу мы вернемся совершенно верно значит они рассматривают симптическое многообразие y и из него отображение в наверное даже единичный диск у этого дела есть такое свойство прообраз единицы это тоже симпликтическое многообразие оно симпликтоморфно многообразию x и из многообразия x есть отображение в же со звездочкой которая нас интересует и если мы построим вторическую карту на многообразие x то это универсально решает все наши проблемы про же со звездочкой оказывается есть такой x я не буду рассказывать детали как он устроен мы его там то в то в той теореме тоже мы его на самом деле используем значит есть такое одно симптическое многообразие и достаточно построить на нем хорошую вторическую карту и это полностью решит все все наши проблемы одно для всех орбит одно для данного же одно давайте мы его икс же скажем соответственно пи минус один от нуля назовем его y0 это сингулярное вторическое вторическое пространство и это более или менее аналог вторической карты то есть это более сложный сложная вещь но она грубо говоря это поклейка нескольких вторических карт друг другу разной размерности в частности из этого мы будем доставать вторические карты и есть функция функция h я конечно пишу здесь гладкие функции но там y у него тоже есть сингулярности значит такое что гамильтонов поток со временем равным единице гамильтонов поток и он этот слой тащит и один слой значит можно можно думать так да вот это вот наш диск здесь ноль здесь единица здесь висел игрек один здесь висит какой-то вот этот вот с сингулярностями игрек ноль и гамильтонов поток аж за время один он тащит игрек один в игрек ноль и задает симплектическое отображение игрек один в игрек ноль игрек ноль это более или менее аторическая карта поэтому если вы возьмете обратный образ то вы получите здесь карта такие торические координаты как вы хотели эта схема тоже у нее есть своя история и главное дело что здесь много сингулярности в общем хоффман и вейн преодолели эти сингулярности которые раньше люди думали что трудно победить или невозможно победить вот наверное вот этот игрек ноль наверное этот игрек ноль это тоже какая-то версия а н с вот этой вот структурой но это пока не то есть пока не известно как эти два подхода друг с другом сравниваются вот но и этот подход это более или менее полная полный аналог результата в конце который раньше был у Гилмана и Стернберга и который я вам показал в начале вот ну что наверное это время время заканчивать спасибо есть ли вопросы пожалуйста из интернета тоже можно задавать мы слышим конец был слишком быстрым я чувствую а все таки хотя бы для унитарных матриц как это выглядит вот это Y1 Y0 а хорошо ну и про Y0 не скажу про Y1 скажу Значит, это такая вещь. Вы берете такой конус, который состоит из упорядоченных собственных значений. Значит, это у нас будет в РН и умножаете просто на унитарную группу. То есть ничего такого ужасного. Ну, у него там, конечно, у этого дела есть края, у этого конуса. То есть если вы сидите внутри конуса, то это все очень хорошо. Но у вас, значит, этот конус, это такое многообразие с углами. И вы его умножаете на унитарные матрицы. Отсюда у вас есть отображение, просто, значит, если здесь у нас G. Вот прямо как мы писали. G минус 1. Вот это будет отображение в эрмитовой матрице. И если вы на вот такой штуке, ну, конечно, там будут какие-то еще требования, если вы на ней создадите торическую карту, то это на самом деле, как я говорил, решает дальше все. То есть есть одно, это немножко удобнее в смысле бухгалтерии. У вас есть одно универсальное пространство, и вы строите торическую карту на нем, а после этого это дальше решает, ну, еще некоторый, еще другой набор задач. Кроме же со звездочкой, это покрывает какие-то другие тоже интересные случаи. Так и для других типов это тоже так же выглядит? Да, а для других типов, да, это, значит, для других типов это выглядит абсолютно так же. Вы берете то, что называется положительную камеру Вейля, умножаете ее на вашу компактную группу, то есть это место будет выглядеть точно так же. Это само по себе пространство не такое сложное, но проблема, как на нем строить для произвольного типа торическую карту. В этом сложность. Вот эти все, все ужинки и прыжки, и в одном методе, и в другом методе нету таких вот элементарных, ну, как сказать, у Гельфанда и Цетлина, или у Гилмана и Стернберга, вы просто могли считать хотя бы переменные типы действия, да, это были просто чьи-то собственные значения. Но вот в этих всех методах можно доказать существование, можно сказать, где принимают значения элементы эти переменные типа действия, то есть вы можете описать конус там, или если вы ограничитесь на одну орбиту, многогранник. Это все хорошо, но прямо показать само отображение, пока что это нерешенная задача. Есть какая-то гипотеза о том, что вы можете построить связанность с нерегулярными особенностями на диске, используя ваши исходные данные. У нее развить теорию феномена Стокса, у матриц Стокса развить WKB приближение, и тогда оттуда вы сможете считать ваши переменные типы действия. Ну, это самое, это, во-первых, это гипотеза недоказанная, а во-вторых, это самое конкретное, это самое конкретное, что мы пока можем предъявить. Хотя, как я говорю, ну, смотрите, в Гельфандии Цетлине, в этой системе, это было просто вот как бы элементарно, да, прямо из курса алгебры, первого курса. А Y? Y, вы знаете, это мне, наверное, нужно больше вспоминать. Ну, формально говоря, вы можете сказать, что Y это просто там, Y1 умноженный на диск, и вы что-то сделали в нуле. То есть у него все слои, кроме нулевого слоя, они изоморфные. Но это мне нужно как-то там дальше было бы... То есть в этом случае явно тоже сложно. О, без... Ну, самое... Хорошо, это еще все, возможно, можно постичь. Что самое, конечно, чудовищное, это вот это. Поток гамильтонов поток. То есть у них, конечно, в любом случае, в этих... Это называется... Эта наука называется торические вырождения. Самое, конечно, сложное, и у чего просто нету шансов дать конкретную формулу. Это гамильтонов поток вот этого, который приведет одну... Который создаст торическую карту. То есть, ну... А что можно сказать про Y с ноликом-то? Y с ноликом, мне кажется, что тоже у него достаточно конкретное описание. Ну, это, грубо говоря, это торическая карта, да? То есть на ней есть координаты P и координаты θ, и симпатическая форма – это сумма dp умножить на dθ. То есть Y с ноль... Ну, и вам известно, как его сингулярности выглядят. Y с ноль очень, я думаю, что очень конкретно описан. Вот. А вот это вот... Вот это самое... Вот этот поток, я думаю, что про него доказаны какие-то теоремы его свойствах, как он проходит через сингулярности. Но о том, как он выглядит, это обычно просто невозможно, да? Когда вы интегрируете векторное поле, ну и что? Вот уж... Вот. Скажите, а вот вы упомянули классную группу. Да. Есть какой-то аналог этой конструкции? Там хотя бы, ну, для индиантов, например. Есть аналог этой... О, значит, очень хороший вопрос. Значит, есть аналог этой конструкции. Для УН, ну или там, для ЖЛН построенный с помощью генгьянов. Значит, авторов зовут Апель и Гаутам. Вот. Они для... Опять же, для ЖЛН они написали для аналога этой деятельности в квантовом случае уже для квантовой группы явные формулы. Ну, опять же, вот для... Что тоже было, конечно, непросто. Ну, хорошо. Гилман и Стернг написали что-то относительно явное для классического случая. Ну, все равно, если вы квантуете как-то там что-то куда-то. Вот. Ну, в ЖЛН случае там тоже есть явные формулы. Очень красивые. Но довольно длинные. Вот. Продолжение следует...